По углю запас везде есть 7-дневный и более, то есть нормативный запас на всех котельных есть. Все котельные работают сегодня в штатном режиме, температурный график выдерживают везде, жалоб от населения на сегодняшний день нет. Олег, вопросы? Встретите, пожалуйста, по плечу Юнску запас на данный момент. Погромче, можно? По плечу Юнску запас на данный момент. 70 тонн. Ну а говорите, нормативный запас есть. 7 тонн это никак не 7-дневный запас. А почему это не 7-дневный? 10 тонн средний, средний, нормативный запас. При какой температуре наружной воде? Да, сегодня, когда температура, сегодня не отгружает разрез угольный. На меня только обращено было 10-15 жалоб жителей. Я их перенаправил полностью на администрацию и на управление строительством. И в УПОЛЬКК. Реакции никакой нету, да, ситуация стабилизировалась, но при этом УПО без вашего акта, без управления строительством, отказывается делать перерасчет. Заявления лично нам жалобы не поступали, в управление строительства жалобы не поступали по перерасчету. А чтобы была одна жалоба, ее перенаправлены и ресурсно-посмотры вы можете, повторяю, предоставить подписанной с 5-ю подписями. На данный момент 3 подписи. МУК РКК говорит, нет двух подписей, до свидания. Из-за этого не будет перерасчета. Хорошо, разберемся с МУК. Николай Петрович, в рабочем порядке разберитесь. Конечно, в рабочем порядке разберемся. Я хочу повториться, если бы эти жалобы были лично на наше управление, они бы решались быстро и конкретно. Эти жалобы были в декабре месяце от меня, с приложением всех жителей. На администрацию, тогда еще руководил Клесов. Реакция вышла комиссия, вот благодаря Пётру Яковлевичу, только в январе приехала ваша служба туда. То есть с 10 декабря по 15 января люди двух-трех улиц замерзали. Если бы не Пётр Яковлевич, я думаю, это никто бы от вас и не выехал до сих пор. Зачем так говорить, когда там с 1 января по 10 января ежедневно там... Нет, спор прекратим. В рабочем порядке. Разберитесь.